И вы знаете, сегодня я буду говорить такую проповедь. В течение недели я готовился к ней. Ну, когда готовился, то сам несколько раз был обличаем Духом Святым. Что это слово, оно может быть не совсем такое простое. Может быть, не во всех оно вместится. Но я верю, что оно очень нужно сегодня для нашей Церкви. И то, о чем я хотел сегодня говорить, это о лицемерии. Вы знаете, да, такое слово известно, вам понятно, лицемерие. Вот, когда мы говорим о лицемерии, оно всегда у нас вызывает такое, ну, отрицательное действие, да. Ну, лицемер, ну, как бы так, отрицательное. Но, что происходит? Мы очень часто не замечаем того, что потихоньку и сами бываем лицемерами. Даже не замечаем. То есть, являясь лицемерами, мы не замечаем, что мы лицемерим. Но Библия говорит нам четко и ясно, что лицемеры, они в Царство Божие не попадут. И мы, как христиане, мы должны это понимать и беречься, остерегаться лицемерия. И чтобы остерегаться лицемерием, мы должны знать четко признаки лицемерия. Что является лицемерием. Аминь. Я хочу прочитать несколько текстов. Первый текст, Евангелие от Луки, 12 глава. Первый стих. С первого даже по третий стих. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Иисус начал говорить сперва ученикам своим. То есть, посмотрите, среди массы народа Христос обращается к Его ученикам. То есть, к людям, которые приняли Его и которые пошли уже за Ним, которые уже служили Богу. И Он говорит к ним, смотрите, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Христос четко и ясно говорит, что мы должны беречься лицемерия. И лицемерие, оно действует как закваска. Знаете, как закваска? Чуть-чуть попадает эта закваска в церковь или в жизнь верующего человека. И человек сам не замечает, как вдруг он со временем становится лицемером. И Христос, Он предупреждал учеников, Он говорил это к церкви, Он говорил, это будет, это возможно придет и в вашу жизнь, поэтому вы должны этого остерегаться. И не быть лицемерами. И Христос очень много, очень часто говорил о лицемерах, Он обличал. Он предостерегал и предостерегает сегодня от закваски лицемерия. Вы знаете, я даже обнаруживаю, что иногда вот это лицемерие, оно имеет по своей сути даже некое учение. То есть, можно научиться лицемерить. То есть, есть определенное такое, как бы, учение, как нужно лицемерить. И мы иногда, мы говорим, лицемерить это плохо, это грех, но сами не замечаем, как мы уже следуем за этим учением. И лицемерие является уже нашим образом жизни, оно присутствует в нашей жизни. И мы смирились с ним и думаем, что у нас все хорошо. Но когда выглядит все совсем не так. Вот еще один текст я хочу вам показать. Это послание к Галатам апостола Павла, 2 глава. 2 глава и с 11 стиха. Смотрите, что пишет апостол Павел. Когда же Петр пришел в Антиохию, апостол Павел пишет, я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Петр на то время был епископом, но тоже в то время. И апостол Павел, он противостает лично апостолу Петру. И по какой причине? 12 стих он объясняет. Ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, он стал таиться и устраняться от них. То есть в присутствии определенных людей он раз и как бы отстранился. То есть когда людей этих не было, он с язычниками как друг. А когда люди пришли, то он как бы и уже с ними и не общался, с этими язычниками. И апостол Павел это увидел. И он говорил ему об этом, обличал ему. И смотрите, 13 стих он говорит. Вместе с ним, с Петром, лицемерили и прочие иудеи так, что даже Варнава был увлеченных лицемерием. Смотрите, апостол Павел говорит, даже Варнава, то есть Варнава по всей вероятности был таким очень богобоязненным, святым человеком. Даже никто подумать не мог, что Варнава может быть лицемером. Но апостол Павел пишет, Петр лицемерил, другие иудеи лицемерили, и даже Варнава лицемерил. И он обличал их. Вот мы видим, эта проблема, она была и в первой церкви. И апостол Павел боролся, он сражался против лицемерия. И вот мы сегодня тоже должны окунуться в Божье Слово и посмотреть, а не являюсь ли я лицемером. А не попала ли в мое сердце вот эта закваска. А не заквасила ли лицемерие нашу церковь, которую мы посещаем. Потому что мы можем говорить, вот там все лицемеры, и даже сами толком не осознаем, что и мы тоже вместе с ними лицемерим. Итак, что такое лицемерие? Несколько приведу таких тезисов, чтобы было понятно. Лицемерие это неправильное представление истины. То есть вот есть истина, а мы ее искаженно представляем или неправильно представляем. Второе, что может дать такую формулировку лицемерия, это когда мы притязаем на обладание какой-либо добродетелью или какими-то хорошими качествами, которыми на самом деле мы не обладаем. Понятно, да? То есть я хочу показаться, например, я хочу показаться, что я добрый, но по сути я злой. Но делаю вид, что я добрый. Вот когда я по сути злой, а делаю вид, что я добрый, это я лицемерю. И Христос говорил про фарисея, про их лицемерие очень жестко. Он говорил, вы похожи на гробы окрашенные. Вы снаружи кажетесь, вы только кажетесь человеку, что вы правильные. Но внутри вы наполнены мертвичиной, внутри вы наполнены костями, вот этой нечистотой. Посмотрите, вот мы прочитали послание к Галатам, там тоже очень интересная вещь. Апостол Павел пишет, что Варнава был увлечен их лицемерием. То есть апостол Петр и еще некоторые иудеи лицемерили. Варнава увидел их лицемерие. И он так подумал, ну точно, и стал так же поступать, как и они. То есть он увлекся. Отсюда мы делаем вывод, что лицемерие это некое такое негласное учение, которое может проникнуть в церковь и заразить верующих, а иногда и всю церковь. Поэтому Христос говорил, берегитесь закваски, берегитесь учения фарисейского, которое есть лицемерие. Ну еще как можно определить лицемерие? Вы знаете, это актерство. Лицемер, он как актер. Ну что это значит? То есть человек осознанно одевает на себя маску, чтобы убедить нас, что он другой. Я не такой, как вы, я другой. Вот он осознанно одевает маску. Вы знаете, я смотрел на один фильм, и там один актер известный, он всегда играет такие положительные роли. Что он добрый, честный, он такой порядочный семьянин, он очень такой правдивый. И вот ты смотришь, ну еще советский фильм, советский фильм, советских времен. Вот. Ну такой, думаешь, идеал мужчины. А вот недавно я смотрел программу. У нас, ну вы знаете, иногда можно увидеть по телевизору, там про актеров, их жизнь. И когда начали рассказывать про этого человека, про этого актера, оказывается он был пьяница, он оказывается был блудник страшенный. Женщин менял, как перчатки, он был злой, то есть там ужас. И я так смотрю на это, думаю, он в фильмах играл порядочных людей. И так играл, что, ну, как будто это правда. А по сути своей в жизни он был совершенно другим человеком. Вот лицемерие, это своего рода такое актерство. Когда человек умело показывает лучшие качества, хорошие качества, показывает свой добродетель. Но на самом деле, все это не так. Внутри он другой. Внутри другой. Понятно, да? Вы знаете, людей можно обмануть. Можно обмануть человека. Но не Бога. Потому что Бог сканирует нас. И Он сканирует нас не только внешний наш, наш облик. Он сканирует глубину нашего сердца. Он сканирует нашу внутренность. И Он знает нашу внутренность. Он знает, какие мы на самом деле. Поэтому Христос и говорил там в Луке 12 глава, там 1-2 стих. Он говорит, нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. Вы можете скрывать, лицемерить, можете скрывать свою внутренность, показывать, что вы такой порядочный, добрый человек. Но однажды это все откроется, все выльется наружу. Поэтому лучше принять меры, разделаться с лицемерием и стать настоящим христианином. Аминь, друзья. Итак, теперь я хочу конкретно говорить о лицемерии. Как оно выглядит, под какими названиями, как оно приходит в жизнь верующих людей, в жизнь человека. Первое, что может являться лицемерием. Преукрашивание. Когда мы, рассказывая что-то, показывая что-то, мы как бы преукрашиваем. То есть, мы добавляем к этой истории для того, чтобы усилить эффект на тех людей, которые нас слушают. Ну, приведу пример. Мы как-то были на рыбалке с братьями. И один брат поймал рыбу, карась. И, ну, карась был, ну, чуть меньше ладошки. Хороший карась такой, жирненький. Но он был такой, чуть меньше ладошки. И потом, мы уже когда приехали с рыбалки, ну и спрашивают, что поймали. И этот брат, да ты что, мы поймали там, и знаешь, вот такого мы поймали, карася. О, я смотрю на него, что-то, чего, как, мы такого не поймали. Мы поймали, карася? Да, поймали. Но мы-то не такого поймали. А вот. А он такой, во, говорит, такого, во. Там вот такая, он говорит, во. И я смотрю, думаю, ну, как так? А он преувеличивает. И все такие, вау, ничего себе. А где вы рыбачили? Мы тоже туда хотим. Вот это вот преувеличение. Когда мы добавляем что-то для того, чтобы усилить эффект на слушающих, мы лицемерим. Мы говорим неправду. Мы лжем. Мы хотим показать, какие мы, но на самом деле этого нет. Преувеличение. Иногда бывает, человек рассказывает историю. Мы слушаем его. И он так красочно рассказывает, как он сидел в тюрьме, как будто в дом отдых съездил в Сочи. Приукрашивает так, знаете. Или как красиво он употреблял наркотики. Мы там вот. Стоп, стоп. Подожди. На самом деле, ты же в реабилитацию вовал. Все же не так было. Вот какой-то эффект, и человек начинает приукрашивать. Вот мы должны бодрствовать за этим. Если ты поймал карася вот такого, чуть меньше ладошки, не надо говорить, что ты больше. Я поймал. Да, хороший жирный карась, но вот так. Я сам ловился на эту удочку. Меня жена очень часто, она-то знает некоторые вещи. Она бывает частенько поправляла меня. Говорила, Денис, скажешь, ты вот здесь вот преувеличил. Ну, не так было совсем. Я пытался оправдать. Но это взгляд с твоей стороны, с моей стороны по-другому. А потом анализирую. Я понимал, что она права. Говорю, Господи, прости меня. И я увлечен, как и Варнава этим лицемерием. Я тоже увлечен. Поэтому, друзья, не приукрашивайте. Всякое приукрашивание является частью лицемерия. Если вы будете вот так жить, постоянно приукрашивать, приукрашивать, вы даже не заметите, что вы начинаете уже открыто, целенаправленно лгать. Вы становитесь лжецом. Следующее, второе. Второй признак лицемерия. Или степень лицемерия. Не досказали. То есть, человек не досказал. Ну, например. Мы не досказываем наш доход, чтобы нам не платить налог. Сейчас попробую объяснить. Вот когда ты покупаешь автомобиль, например, за 200 тысяч, а потом этот автомобиль продаешь за 300 тысяч, то у тебя появляется доход. Сколько? 100 тысяч. И ты должен вот с этих 100 тысяч, с этого дохода, заплатить государству налог. Кто знает сколько? 13 процентов налог с этих 100 тысяч. И как обычно делают торговцы автомобилями. Они за 200 купили, пишут 200. Продают, по факту, за 300, но в договоре пишут 200. И налог тогда платить не надо. Но по факту, и знаете, что меня удивило? Вот мы купили машину, машина была на жену оформлена. Потом ее продали хорошо. И у нас как раз получилась вот эта сумма около 100 тысяч прибыли. И нам нужно было заплатить налог. Мы поехали в налоговую. Жена. И там налоговый инспектор, когда она это увидела, она говорит, так никто не делает. То есть она смотрела на нее, как на инопланетянку. Вы с чего налог пришли? А она так стояла, она говорит, на нее смотрела, как на ненормальном. Никто так не делает. Все вот так не договаривают. Но если ты купил машину за 200, продал ее за 300, а пишешь, что продал ее за 200, ты лжешь. Ты лицемеришь. И если ты этим увлекаешься, знаете, что происходит? С людьми происходит, у некоторых совесть мучает. А некоторые уже так свыклись с этим, что они не считают, я про христиан говорю, они не считают, ничего зазорного в этом нет. Это нормально, обыкновенная, нормальная вещь. Но вы не договариваете. Вы не договариваете. Бывает и так тоже. Продает человек автомобиль. Он знает поломку этого автомобиля. Он знает. Его спрашивают, все хорошо, машина как? А он знает, что там уже двигатель на износе. И он говорит, да, все хорошо. Ну вот, как бы, я правду говорить, ну вы смотрите сами. А он спрашивает, все хорошо, ну вы сами смотрите. А он не понимает, что там смотреть. Он спрашивает тебя, а ты не договариваешься, что смотрите сами. И он посмотрел, ничего не нашел, купил автомобиль, через две недели звонит, говорит, а что ты мне не сказал, что у него уже там поршневая система уже на исходе была. А ты ему так говоришь, ну ты же смотрел, а ты же знал. А почему ты не договорил это? Почему ты не сказал, когда тебя спрашивают? Вот как я мудрый. Ты не мудрый. Ты глупый. Потому что ты солгал. Ты вёл себя лицемерно. Некоторые так на меня смотрят, как будто я какую-то странную вещь говорю. Но это правильно. Знаете, что меня пугает? Что не только Варнава увлёкся этим лицемерием. Очень много людей сегодня в нашей стране, в церквях, вот так живут. Верующих людей. Мы свыкаемся, и это учение проникает в церковь до такой степени, что мы живём в этом и считаем, что это нормально, и в этом нет ничего плохого. И потом мы задаём вопрос, почему Дух Святой не действует? Почему Он не приходит? Почему не посещает нас? Почему ничего нет такого, ну как бы мы хотели, как в Библии написано? Потому что Бог ничего общего с лицемерием иметь не будет, пока мы не разделаемся с Ним. Вы знаете, вот мы боимся потерять деньги, поэтому лицемерим. Но есть ещё страшнее, когда мы исповедуем свои грехи пред Богом и где-то не договариваем, не договариваем правду. То есть мы говорим, Господи, вот здесь я согрешил, Ты прости меня, а здесь? Ну а здесь как бы я ещё с этим не решил. И мы не договариваем о наших грехах Богу и не получаем полного прощения, как должно получить. Следующий момент, степень лицемерия, она тоже очень интересная, очень часто можно наблюдать, это видно даже, это лицеприятие, такой есть термин, библейский термин. Лицеприятие, то есть само слово за себя говорит. Я выбираю только тех, чьё лицо мне приятно. Вот с теми людьми я добр. И знаете, вот это лицеприятие, оно у большинства из нас. И я сам ловил себя много раз, что я поступаю лицеприятно. И говорю, Господи, прости меня. Прости меня. Ну, как это может выразиться? Например, кто-то спел песню. Вот Жанна, допустим, сегодня спела песню. И она подходит и спрашивает, ну как я спела? А внутри я понимаю, что она фальшивила. Ну, не сегодня, а сегодня. Она фальшивила. Неправильно взяла ноту, где-то там, э-э-э, что-то там затянуло. А подходит и спрашивает, ну как я спела? И внутри я вот это неприятное чувство, ну, у меня возникло. А я боюсь её обидеть. И говорю, Жанна, во, молодец, слава Богу. Что это? Лицеприятие, это лицемерие. Я боюсь её обидеть. Я его, во, нормально, молодец. А внутри я чувствую, или стих кто-то рассказал, или проповедь. Выходит, брат, рассказывает проповедь. Я сижу, думаю, что он городит. Господи, зачем я сделал, чтобы он вышел проповедовать? Боже, Боже, сижу. А после служения он спускается такой, ну как? Ну классно. Думаю, Господи, какое классно. Ты же только что сидел на лавочке, думал, ужас какой-то. А почему так? Что с нами происходит? Мы боимся обидеть человека, и мы лицемерие, мы попадаем на эту удочку. Жена сделала прическу. Новая прическа. Приходит домой. Ну как я тебе? Я смотрю, мне не нравится. Я скажу жене, мне не нравится. Что произойдёт? Как? Тебе не нравится? Всё. Или какой-то вещь человек купил, там, платье, туфли, кроссовки, там, машину. А мне внутри, мне не нравится внутри, но я делаю вид, что всё хорошо, даже классно, даже супер. Я даже говорю супер, а про себя думаю, да ну ерунда. Лицемерие. Я один такой, или ещё есть кто? Кто так поступал? А, мы с Леной только, а мы ещё братья. Всё, остальные все святые люди. Это лицемерие. И мы не должны, лицемеры Царства Божия не наследуют, они не попадут в Царство Божие. Иисус говорит, берегитесь этой закваски, берегитесь. Почему? Мы боимся обидеть человека. И вы знаете, вот Христос, Он мог говорить истину людям. И в большинстве своих, в своём, Он, когда Он говорил правду людям, Он делал это так, что никто не обижался. Ну, я не говорю, кроме, за исключением, лицемеров и фарисеев. Когда Он их обличал, они обижались на Него. Но в основном, если Он беседовал с людьми, говорил про них правду, Он никогда не лицемерил. Мы должны этому научиться. Быть похожими на Иисуса. Друзья, мы стали очень обидчивыми и горделивыми, когда о нас кто-то говорит наши недостатки. В состоянии церкви мы очень обидчивые и горделивые. Вместо того, чтобы услышать правду, скажи правду обо мне, мы не готовы её слушать. Нам самим нравится, когда нам неправду говорят. И мы потакаем этому лицемерию. Почему нам не нравится, когда говорят о нас правду? Ведь это же хорошая вещь. Измениться. Возможность измениться. Возможность измениться. Но мы не хотим меняться, поэтому нас эта правда, она не устраивает. Лучше говори мне что-нибудь хорошее, такое прекрасное, а вот плохое я не хочу слышать. Давайте мы ещё прочитаем один текст. Посмотрим. Первая Петра, первая глава, первое послание Петра. Первая глава, 22 стих. Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Апостол Пётр, он нам говорит, если вы пришли к Богу, послушно истинно, очистили души нелицемерному братолюбию, чтобы это не было. Вы знаете, что я ещё замечаю в церквях? Это очень тонкая и опасная вещь, духовный человек вы поймёте. Признак лицемерия. Когда мы начинаем почитать проповедника. Ну, например, пришёл какой-то человек известный. И служитель, или пастор, он берёт и как бы ради почтения предоставляет ему слово. Давайте мы ему почтим, пусть он что-то скажет. Он же уважаемый человек. Или он имеет какой-то сан, или какое-то положение. Ну, пусть он выйдет и пусть он как бы проповедует. То есть человек мотивирует, или служитель мотивируется не тем, что Дух Святой хочет сегодня сказать в церкви, или какая есть нужда у людей в церкви, или способность проповедника. Он мотивируется другими вещами. Нужно оказать почесть. И вот почесть эту иди за кафедру и проповедуй, что хочешь. И это тоже своего рода лицемерие. Служители, если мы, если мы проповедники или пасторы, мы должны помнить про это. И помнить, где мы находимся, кто здесь царь царей, Господь господствующих, и кто великий пастор. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы очистили наши души нелицемерному братолюбию. Ну, еще есть, я ее так называю, высшая степень лицемерия. Высшая степень. Знаете как, это когда в церкви вот есть посвященные Богу люди, а есть Богу люди непосвященные. Понимаете, о чем речь? Или не понимаете? То есть, вот посвященные люди, это те, которые служат, это те, которые проповедуют, это элита. А есть непосвященные, но они так вот приходят на собрание, уходят, ничего особо о ней. То есть, понимаете, да, про что я говорю? Или нет? Такое бывает в церкви. Такое высшее лицемерие. Есть посвященные, есть непосвященные. И вот у людей, вот этой элиты, у посвященных людей, у них поступки, их неправильные поступки, всегда истолковываются в положительном свете. Вот я слышал из одного пастора, у него жена, дети, а он еще трех любовниц завел. И знаете, как люди реагировали в церкви на его поступок? Они говорили, он же пастор, он так много трудится, он так много работает для нас. Но Бог ему позволил, ему можно, чтобы вот он вот этот эмоциональный стресс ему там снимали. Это я вам реально говорю? Это происходит такие вещи. И смотрим, вот, а другой, если бы кто-то завел одну любовницу, что бы ему сказали? Сразу отлучили бы от церкви. Вот это лицемерие посвященных людей или у элиты церкви поступки всегда истолковываются в положительном свете. Вот даже у тех, которые у руля. Но при этом понятие у простого человека, у простого прихожая он всегда в негативном свете. А не должно так быть. Ко всем Христос относится одинаково. Спрос только больше, посвященных людей спрос больше будет. И Иаков пишет, он говорит, немногие делайтесь учителями. Почему? Потому что вы понесете ответственность больше за свои слова, за то, что вы говорите. Он говорит, немногие делайте. То есть, оказывается, элита так называемая, она в чем, у нее особенность? Она ответственность больше пред Богом понесет. И вот это высшее лицемерие, к сожалению, такое можно наблюдать в церквях. Но не дай Бог, чтобы у нас это было. Не дай Бог, чтобы мы делились на посвященных, непосвященных. Он посвященный ему можно, а непосвященный ему нельзя. Знаете, служитель один, ну так получилось в церкви, развелся, потом женился на другой. Но его выдвигают на рукоположение, на дьяк. И братья говорят, нет, муж одной жены написан. Не может человек, у которого две жены во Христе было быть рукоположен. А потом происходит время, проходит время, и вот с тем, кто принимал это решение, такая же ситуация. жена от него там уходит, а он другую берет. Ему задают вопрос, а почему вы можете оставаться в служении, при такой, а вот этого человека вы на служение не захотели поставить. И он, знаете, что говорит? Он говорит, ну я-то уже как бы был служитель. Он не был, а я-то уже служитель. Поэтому мне как бы можно. И так решили на братском. На совете так решили. Такое лицемерие, оно закрадывается, и это можно наблюдать. То есть, что происходит? Размываются понятия, такие как да, да, нет, нет. Размывается. И вот есть черное, есть белое, а есть еще серое. Знаете, когда серое? Когда ты смешиваешь черное и белое, становится серое. Мы не видим уже, этих граней нет. Вот лицемерие, оно к этому приводит. Нет грани. Еще одна вещь. Это тоже, но часто можно наблюдать. Я сам ловился, честно вам говорю. Вот сидим у нас в нашем здесь, в служительской комнате. Братья сидят. Человек 10. Сидим, общаемся. И один брат про другого брата говорит, да ты знаешь, вот он то-то и то-то, так-то и так-то. Вот ты можешь ты себе представить? Вы можете себе представить? И этот брат вдруг заходит. Я смотрю. И вот этот браток вот так переобулся быстро, раз так, как замолчал, подошел. Приветствуем. Слава Богу за тебя. Такое явно открытое лицемерие. Слушай, ты только что некрасиво отзывался об этом человеке, об этом брате. Ты только что говорил, какой он плохой. А при встрече жмешь руку, обнимаешь его, целуешь. Что это такое? Это чистой воды лицемерие. Ты говоришь о человеке плохо, а при встрече ты делаешь вид, что все хорошо. Это чистой воды лицемерие. И может быть, из людей никто не знает, не видит, но Бог, испытывающий сердца, Он все это знает. И мы должны беречься, братья и сестры, лицемерие. Знаете, Христос, Он говорил, имеешь что-то против брата, пойди скажи ему. Но если ты имеешь что-то против брата, если тебе что-то не нравится в нем, пойди скажи ему, ты знаешь, мне не нравится, ты вот такой и такой, один-один, пойди скажи. Вот так, может быть, все не так выглядит, как ты представляешь, не так, как тебе сказали, не так, как на самом деле. А мы боимся пойти об этом и сказать брату. И мы вот так за спиной его обсуждаем, его полоскаем, говорим о его недостатках, а при встрече с этим человеком, о котором говорим, мы молчим. И делаем вид, что мне это противно было наблюдать. Противно. Ты за спиной говоришь плохо при встрече, при всех, потом ты его... Это противно. И вот нам, друзья, нужно понять это, осознать это до глубины души. Посмотрите, еще первое послание апостола Петра, вторая глава, первый стих. Здесь апостол Петр говорит, итак, отложи всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. И лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Отложи. Еще одно место. Второе послание к Тимофею. Давайте мы посмотрим. Вторая глава. Двадцать четвертый стих. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаянию к познанию истины. То есть, если мы считаем себя рабами Господа, мы не должны ссориться с людьми. Наш мотив должен быть правильный, мы должны помочь человеку выбраться из его ситуации, ну, в том, чем он находится. Второе послание к Тимофею, первая глава. Пятый стих. Даже давайте с четвертого. Апостол Павел пишет к Тимофею, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполнится радости, приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей Леоиде и матери Твоей Евники, уверен, что и она и в Тебе. Дорогие братья и сестры, лицемерие передается по наследству. Если вы лицемерите, будут лицемерить ваши дети и даже ваши внуки. И апостол Павел говорит, он говорит, я радуюсь, я верю, что у тебя такая же вера, как была у твоей бабки. Нелицемерная вера, все ее знали. Вот бабка у Тимофея, баба Лаида, баба Лаида. Все знали, вот эта баба Лаида, она нелицемерка. Сестры, кто преклонного возраста уже подходят, тоже бабушки. А вас так могут сказать люди со стороны? Вот эта бабуля, у нее вера нелицемерная. Он говорит, в матери, то есть это передавалось от бабушки к матери. и он говорит, я надеюсь, что и у тебя я верю, уверен даже, я даже уверен, потому что ты жил в среде, где не было лицемерия, ты воспитывался женщинами, которые не были лицемерками, которые никогда так не вели себя. Я уверен, что и в тебе есть такая вера. И я исполняюсь радостью. И он говорит, привожу пример вот этих женщин, веру вот этих женщин. Вот, друзья, мы к этому должны стремиться. Быть нелицемерными, нелицеприятными. Аминь. Аминь. Вот, а сейчас я хочу, чтобы мы покаялись. Но я знаю, что большинство из присутствующих в зале лицемерят. я хочу, чтобы мы покаялись. И чтобы мы навсегда распрощались с лицемерием. Чтобы мы были честными друг к другу. Чтобы мы помогали другим. Чтобы мы были открытыми с самим собой, с другими людьми, с братьями, с сестрами. Чтобы мы не позволяли вот этой закваске не то, чтобы попасть в нас. Но пустить весь этот, ну, чтобы это не закисло в нас. Не превратилось, что уже никто и ничто не может нас очистить от этого. Поэтому я хочу вот предложить. Если вы есть, давайте мы возьмем время. Мы помолимся. Библия говорит, если мы исповедуем грехи наши, Бог, будучи верен и праведен, простит нам. И очистит нас. А чтобы, ну, это произошло, я должен признать, я должен сказать, я лицемер. Вот здесь, вот здесь. Дух Святой меня сегодня обличил. И сказать, я лицемер, действительно, я вот здесь вот так поступаю. Прости меня. Вы понимаете, что мы сами лишаем себя благословения. То, что отвратительно Богу, это наше лицемерие. И это мешает Богу нас благословить, чтобы мы были наполнены Святым Духом, Его жизнью, Его радостью. Мы потом задаем вопросы, почему так со мной случилось, почему так у меня произошло. Да потому, что Бог не будет терпеть всякое лицемерие или лицеприятие. все. субтитры подогнал «Симон» «Симон» Продолжение следует...